Здравствуйте всем! Сегодня продолжаем ряд лекций, посвященных нарушению обучения. А именно сегодня поговорим об акустической дисграфии. Что это такое? Это такой вид дисграфии, когда у ребенка нарушен фонематический слух, и ряд звуков он воспринимает неправильно. Например, говорит «лубит», говорит «пысмо», смягчает или наоборот пропускает мягкие знаки, согласные переставляет местами. И такой вид дисграфии связан с нарушением фонематического слуха. Казалось бы, уже давно закончены занятия с логопедом, и ребенок хорошо произносит все звуки. Так вот, в чем причина? Дело все в том, что звук наш уловится не только ухом, а передается к высшим горковым центрам проводящими путями. И ребенок может слышать ухом правильно, а вот при проведении звука некоторые звуки смягчаются, или наоборот, мягкий знак пропускается, то есть нарушено фонематическое восприятие. Таким образом, слово откладывается неправильно, и таким образом является это причиной нарушений и ошибок на письме. Как таким образом будет выглядеть письмо? Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Замены букв местами, особенно там, где глухие и звонкие звуки, там, где шипящие и свистящие звуки. Такой текст будет полон типичных ошибок, как вот в этом нашем случае. Здесь типичные ошибки Юра, Юла, типичные ошибки Кубица, Кубица, то есть замены идут звуков местами. Этот вид дисграфии очень часто встречается у детей, тем более многие дети, те, кто занимался с локопедом, имели такой диагноз, как ФФН, фонетиков, аниматические нарушения. Чаще всего эти дети угрожаемы по данному виду дисграфии. И типично проанализировать его можно, дав слуховой диктант, то есть продиктовав слово, или посмотрев типичные ошибки при написании в тетрадях, как они будут выглядеть. Но у этого вида дисграфии тоже есть диагностика. Помимо логопедической диагностики, которую проводит логопед на приеме, делается слуховой вызванный потенциал, делается электроэнцефалограмма и консультация невролога, а также проводится анализ всех тетрадей ребенка, как он занимался и какие были нарушения еще в раннем периоде. Для коррекции данного вида дисграфии тоже есть специальные пособия. Это пособие Мазанова, я вам покажу его сейчас. Называется «Учусь не путать звуки». Оно состоит из двух частей. И здесь даны типичные задания на подбор звуков. То есть в некоторых упражнениях пропускаются звуки местами и нужно их вставить. Из некоторых упражнений нужно подобрать слово по смыслу. Даны буквы, нужно из букв составить необходимое слово. И здесь подходят такие задания, как вставить пропущенную букву, составить слово паровозиком из оканчивающейся буквы, дальше разгадать ребус, то есть составить слово из нескольких каких букв, а также задания на развитие фонематического слуха. Это, конечно же, чтение стихов. Это, конечно же, ритмизация, когда мы отстукиваем, отхлопываем слово. Это задания на пение. Обязательно петь. Можно петь караоке, веселые песни. Это все развивает фонематический слух. Это задания на слушание звуков природы. То есть мы можем различать звуки природы. Как звучит ручеек, как поет речка, как квакает лягушка. То есть это тоже приводит к улучшению слухового сосредоточения. А также слушание различных музыкальных инструментов, которых мы можем угадать, какие музыкальные инструменты нам пригодятся. И еще такие есть задания, как умный водитель, как отгадай слово, как собери слово в цепочку, как веселый старт, веселые буквы. С помощью таких веселых и незатейливых игр, упражнений можно тренировать фонематический слух. Ну а как же это происходит в медицинском смысле? Улучшение фонематического слуха, слуховой нерв и проводящие пути это такие же части и в структуре головного мозга. Поэтому врач-невролог назначает лечение для улучшения проведения импульса. Это ряд медикаментозных препаратов. А также есть специальные акустические аппараты. Это сонгсори, сонгбрайн, аудиовизуальная стимуляция, микрополяризация, которые помогают запустить этот процесс и улучшить проведение звуков. Обычно курсовое лечение составляет две недели. И как раз вот сейчас, в дни школьных каникул, самое время прийти на прием и провести ряд процедур, которые помогут улучшить обучение ребенка и научить его грамотно писать. Спасибо за внимание. В следующем видео мы познакомим вас со следующим видом дисграфии. Это агроматическая дисграфия. Смотрите нас. Всего доброго. До скорых встреч. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наши обновления. Оставляйте комментарии. Задавайте вопросы. Какие темы вы хотели бы услышать в следующих видео.